Клёво всем, друзья! Я на воде. Сегодня я со своей прелестью, с поплывочечкой приехал погонять, попробовать погонять карасика. А вдруг поймаем. Давно здесь не был. Последний раз был на этом водоеме. В том году ловился карась-плотва. Но разные погоды, разные уровни воды. И поэтому я не знаю, поймаю ли нет. Но буду стараться, друзья. Холодно ловить на поплывок. У нас сейчас 2 градуса тепла. По дороге, куда мы сюда ехали, остановились на трассе, где увидели вдоль поля большое количество кротовок. Я думаю, нам хватит. Набрали грунта. Машина показывала 0 градусов, земля была подмершая. И набирали этот грунт прям шапками с кротовок. Снимали замерзшая. Так что сейчас приехали. Сейчас плюс 2. Ветерок. Свежо. Ну, надеемся что-то поймать. Надеюсь, будет карасик. И на мою прелесть, на мою любименькую удочку. Вот такая вот у меня шестерочка. Вот такой какой-то китаец уже. Год на нее отловил. Проблем вообще нету. Офигительно. Мягковатый у нее кончик. Ну, как раз для некрупной рыбы то, что надо. И забрасывать легко. Огонь. Поехали. Сейчас буду мешать прикормку. Так, друзья. Ситуация такая. Грунт очень-очень сырой. Просто грязище. Я взял пол пачки черной прикормки. Черный лещ. Буквально слегка, слегка увлажнил, чтобы она хоть как-то начала брать воду. То есть она практически сухая. Даже не лепится, друзья. Вот она. Но чувствуется, что она с влагой. И теперь вот эту полусухую прикормку высыпаю в сырой грунт. И это добро перемешиваю. Как могу. Потому что очень сырой. Прикормка слегка. Он даже еще замерзший кусок, не отмерзший. Прикормка чуть-чуть от грунта оттянет влагу. Самую малость. И может быть что-то получится более адекватное. Отходов будет очень много. Но я на поплавок, не на фидер. Поэтому закармливать я буду шарами. И в принципе для меня... Слушай. А я даже сеять не буду, Саня. Знаете, ребят, я даже сеять не буду. Меня это устроит. Я буду ловить шарами. Пусть он там долго лежит. Раз творяется этот шар. Прикормочка запах давать будет. В принципе меня устроит. Сейчас я вот сюда просто пересыплю. Чтобы легче было мешать. Вот так вот. Вот. И можно считать, что перемешали. А мне отлично. Если бы я ловил на фидер, я бы это сейчас просеял бы. Так как сырая было бы много отходов. Но так как я ловлю на поплавок и кормлю шарами, меня это совершенно, друзья, не беспокоит. Теперь сейчас сюда добавлю мотыльца. Столько мотыля. Все это разбиваю. Такая вот прелесть у нас получается. Прикормка, друзья, готовая. Все по минимуму. Все просто. У меня получилось примерно на 5 литров грунта примерно 400 грамм прикормки. И мотылек. Все. Это пока пусть стоит. Сейчас готовлю удочку. Ищу точку ловли. Как найду точку ловли, только тогда буду лепить шары. И большую часть прикормки сразу выкидать. Ищу точку ловли, ищу точку ловли. Начало жора. Первый пошел. Главное поплавок и попасть. Тяги не чувствует. Не пойдет, если просто просеет. Я сейчас прикормку чуть-чуть угладил. Ну что, друзья, начинаем ловить. Вернее так, начинаем забрасывать. Мотылька на крючок. И в бой. Дубняк, ветер ледяной. Конец марта. Холодно в этом году. Ужасно. Не то, что фросом. Ну что, первый пошел, друзья. Надо в бинокль сюда. Раз. Сами. Раз. И вот сразу смотришь в бинокль. Ты что-нибудь вообще видишь там, нет у себя? Как тебе сказать? Правду. Ты потом дома на камеру будешь смотришь. Я поклевки потом дома на камеру рассматриваю. Это на твой закон мне сильно рыба пришла. На обильный. На обильный? Да. На пол ведра грязи, да? Он там тоже сидит, а судышками сидит. есть друзья вот такой малыш друзья просидели мы на месте где были сначала два часа не увидели ни одной поклевки решили чуть переехать другую локацию соседний канал вот сейчас первая поклевочка вот такой красавчик небольшой но есть народ здесь есть карасик поклевывает надеюсь и мы еще разломимся все сделал то же самое точно такой же закорм сделал и вот прошло после закорма минут 20 от 1 поклевочка еще один сход так меняю ключ крючок увеличивают иди сюда иди сюда да да дома есть рыбка красавчик лежит цепляйся здесь ребята рыба есть она ловится офигеть казалось бы сидели на этом же канале буквально где-то 150 200 метров от этого места и вот такая разница а здесь и теплее ветер в спину и клюет я попрошу я все на тебе уклейку нарисует иди сюда вот такой красивый очередной красавчик если она ловится на поплывок это огонь поклевки очень нежный очень аккуратный берет слабенько и сюда и красавчик так оплывок фидер делается так а ну сдавайся я тебе сказал поплывок должен обловить фидер кстати у тебя покрупнее попадают чем рыбка 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 красивая как люблю карасика я я я хорошей песникой да там было классное место не клевало холодно ветер в лицо вот удовольствие полное не то что здесь до клюет не дует е-мое опять подсёк не сдаюсь 11 11 2 все отлично всегда не заброса в четыре раза быстрее скорость не до заброса 15 раз быстрее тишина на водоеме в 500 раз до тишина здесь тишина а что ты делаешь что орешь еще и ногой стучишь 2 иди сюда иди сюда иди сюда один за одним один за одним карасевич ребятки кусочек а вспомни как у нас с тобой равный счет когда я тебе ты начал первое я тебя догнал помнишь так же ты на фидер я на удочку и мы закончили совершенно ничья была у нас крутая такая 0 0 0 0 тогда была крутая ничья да заметь ты начал первый я тебя догнал слушай я петь уже сколько прошу сделай прикормку запаха камняка я готов ее тестировать прикольно ни у кого нету у него будет досадный сход представляешь прикормка запахом коньяка да ты че ее будет выгребать ее будет выгребать все для всего какие-нибудь менты останавливают у тебя перегор нет я прикормку ел попробуй на червя сань смеешь я тебе плохого не плевать русланочка говорит это папа плохого не посоветует только очень плохое оп-оп-оп-оп-оп ты смотри ты смотри нифига себе это это сазан это амур это как багор санька багор кто тебе сказал ты считать умеешь вот я об этом же больше да насколько на 30 у меня двойка по математике было поэтому я цифр не знаю с креветкой долго ждал поклевку ой какой хороший да нифига себе красавчик красиво друзья вот такой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, кайфую! Вот, рыба клюет как с пулемета Пробую разные дипы Чеснок не в конкуренции Реально работает вот так С чесноком и чистая Поклевки просто в разы чеснок быстрее Креветка клюет пореже Но порой влетает чуть похрупнее рыбка Специи тоже неплохо работают по разной рыбе Чеснок вне конкуренции Чуть-чуть прибавляется вода Саше пришлось сместиться Ноги уже были в воде Оба, 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 есть, есть Давай, давай, давай Товуй, 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 красавец Ой, карасик, ой, мой хороший Ой, мой серебряный друг Как я карасиков люблю во всех видах И ловить, и кушать Вот такой, друзья, красавчик Да, рыбка небольшая Но зато он есть и в достатке Просто кайф Тут такой крутой батл Фидер против поплывка И, в принципе, идем очень даже равненько То есть настолько рыбы довольно много Довольно активненько Хотя сначала клевало Довольно слабые поклевки были Еле заметны Сейчас чуть расклевалось И уже повеселее Видные на подъемы, на утоп Кайф Поплывок рулит, друзья Работаем, клоем на бутерброд, мотыль и опарыш Хотя и ловил бы на чистого мотыля, на чистого опарыша Саша вот уже даже на червя поймал То есть, в принципе, берет все Вот На объемную насадку мотыль и опарыш Как-то так поувереннее получается Давай, давай, давай Есть красавчик Работаю Основная леска у меня 0,14 Поплывок 1,5 грамма Поводок 0,12 Крючок 12 Уменьшение размера крючка Она К увеличению поклевок не приводит, но приходит к большому количеству не реализованных поклевок давай давай хорошенький хорошенький красочек ой по воде шлёп 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 этот аплодисменты он устраивает по воде шлёп шлёп аплодирует там вам лебеди аплодировали а здесь караси вот такой очередной красавец друзья боец боец небольшой но какой он боится чеснок реально рулит вообще вне конкуренции но если прикормка была бы с чесноком такого бы хорошего эффекта не было запахом чеснока я выделяю насадку на фоне прикормки а если бы я ловил прикормка чеснок и пшикал чеснок она бы просто опять терялась бы поэтому друзья если вы ловите с каким-то запахом прикормки и решили использовать дипы дипы должны другого быть запах противоположного и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» До новых встреч!